привет всем мы сегодня с вами будем выполнять рождественскую композицию а еще точнее рождественскую елочку очень несложная но как мы уже договаривались что для начала это когда человек еще не умеет практически ничего ему нужны какие-то очень простые операции поэтому мы будем пользоваться вообще одним подмалевка то есть перекроем полностью фон а уже там будем размещать саму веточку я набрала на палитру черный синий фиолетовый цвет и решила что в левом углу у нас будет больше темного это как бы будет звездное небо ближе вниз мы сделаем более мягким фон как обычно по горизонту светлее перекрывая добавляем белила я уже говорил о том что белая красочка очень хорошо перекрывает не делать вернее прозрачным листы это очень важно добавляя совсем чуть-чуть белил тем не менее темный цвет сохраняется подмешивая цвета не только синие скажем вот вы видели там фиолетовый и теперь тем более красного добавим немножечко нас получится богатая цветовая палитра нашим фон мы уже с вами выполняем до сверху вниз как обычно это удобно и это логично для того чтобы красочка быстро высыхала можно использовать после нанесения фона например фен у женщин практически всех есть если теплая погода или тепло в квартире то ничего не понадобится в общем она сама высохнет у меня такой возможности нет потому что я хочу уложиться в короткое время поэтому я буду надеяться что мне не помешает пока я перекрываю продумать сюжет веточки и сразу же начать про размещать главное изображение веточку то есть ствол веточки сейчас доделаем немножечко фон чтобы он был поинтереснее разотрём его чтобы он не был такой вихреобразный помягче пусть будет помягче фон интуитивные художники часто чувствуют какого-то цвета не хватает я подмешиваю дополнительный цвет то есть более противоположно скажем не синий где-то там зеленый цвет и так далее я добавила особенно внизу такие небольшие фрагменты этого цвета после того как растяжка уже выполнена и обратите внимание у нас с вами этюд и мы с вами не будем дорабатывать настолько тщательно чтобы завершить будем так говорить фон полностью верх ветка перекроет к тому же у нас это этюд тем более что мы выяснили что этюд это краткосрочная работа которые носят чаще всего учебный характер то есть выяснить своих самые главные проблемы увидеть цвет закомпоновать и если работа будет как это на ваш взгляд не очень удачно будет не жалко времени теперь я выложила как вы видите зеленые цвета добавлю туда еще потом темного синенького и у нас для веточек будут очень разные оттенки это очень важно если бы в природе наблюдали то обратили бы внимание где-то синие кто в тени иголочки кажутся синими где-то на свету они более зеленым зеленый тем более что сейчас после того как мы перекроем это все иголочками вернее заполним у нас будет три изображения ну например вот у нас с вами там три игрушки для того чтобы выделить тени свет и так далее нужно представить что на каждой из веточек есть иголочки которые к свету ближе которые и тем более что их надо просто-напросто выделить чтобы была веселая композиция смотрите такой более яркий цвет например на макушечке каждой веточки почему бы нет будет весело зеленый такой радостный сама композиция не должна быть мрачная несмотря то что у нас вами там допустим вдали небо звездное так и и казалось бы там должно быть что-то быть мрачный нет рождественская ночь это это чудеса и игрушки в такой день должны у нас быть яркими и вся эта композиция должна приносить удовольствие настроение хорошее ну в общем должна каким-то образом отражать праздничное настроение вот и тогда иголочки от можно высветлить можно где-то потом затем не будет пожалуйста если еще кисточку тоненькую взять вот как я сейчас делаю да нужно еще потоньше найти иголочки очень будет аккуратненько и потоньше иголки хоть и все одинаково тоненькие но согласитесь что в утюде это не суть важно мы здесь создаем впечатление некий образ еще тем более что художники очень часто стилизуют эти иголочки некоторые делают плоской кистью и иголочки карт с такими стилизована по краешку плоскими а если это реалистическая картина то там иголки вообще тонюсенькие прям на самом деле надо выбирать такую тонкую кисточку чтобы она соответствовала по-настоящему реально той иголочки которая в природе на елках и сосна ну у нас это может быть сосна может быть это ель все зависит от того как что мы задумали с вами тем более что на юге елок меньше в основном это сосны но сосна вообще принято тоже новогодняя елочкой обычно говорят вы нарядили елку а на самом-то деле это не елка а сосна и ничего все равно красиво и здорово и всем художникам удобно работать потому что мелкие иголочки рисовать долго но наверное даже и слово вот так теперь возьмем большую кисть наверно начнем с вами рисовать игрушки я честно скажу я наугад вот у меня три игрушки будет я сейчас их размещу совершенно произвольно вот слева будет например шар я буду шары делать это просто и быстро да будет красная игрушечка но это подмалевочек поэтому дорабатывать уже будем потом сейчас просто наметим этот образ перекрою перекроем первично затем мы будем использовать ну возьмем еще например желтую желтую игрушечку вот белую краску я же в этот раз выложила немножечко отдельно и вообще стоит не пачкать потому что когда белый снег конце будем с вами прокладывать гуашь белая должна оставаться чистой у нас пусть будет тут еще желтая игрушечка мы не будем сейчас дорабатывать у нас такой подмалевочек только возьмем еще например синюю игрушку и тоже сделаем ее шариком учтем что в конце концов мы эту композицию с вами выполняем но чаще всего такую композицию простенькую можно советовать детям младшего школьного возраста или вместе с родителями даже вообще малышам просто самое главное очень просто и в этом смысл всех этих этюдов которые мы с вами выполняем быстро не надоело сам алгоритм самый простой потому что не нужно заранее все продумывать элементы которые мы накладываем уже на фон изображаем вернее они настолько простые что их не обязательно прорабатывать предварительно и достаточно их просто в голове держать или видеть как это делают другие как например если вы вместе со мной это будете делать у игрушек блестящих есть так называемые рефлексы здесь не работают обычные законы свет тени так далее здесь заработают законы отражения откуда то например справа больше падает цвета например так есть еще рефлексы вот они там могут по силуэту отражать другие цвета мы не за этом небо или может быть какие-то предметы у елочки внизу может под елочка что-то лежит поэтому те законы пока по которым строится отражение на стеклянных предметах отличается значительно здесь нужно просто внимательно всматриваться в игрушку хочу сказать что можно было бы эту игрушечку поставить и рисовать но поскольку я человек опытная например даже представляю как это может быть у вас же ваш случай может быть другой вы можете взять игрушку положить возле себя так направить освещение и вы там увидите как раз те нюансы которые которые вот в данной композиции будут уместны например где будет находиться там рефлекс где будет находиться в реку то видите он беленьким у нас в основном светленький намечен вот а теперь нужно еще сделать такую питочку ну вот там где игрушка крепит крепить ниточку будет эту часть вот эта часть нужно но поскольку нас декоративная композиция тут не нужно добиваться абсолютной точности цвета то можем просто вот таким темным цветом черный здесь просится потому что он камертон он должен выделить какие-то детали поэтому черный цвет можно вот таким образом использовать эти в чистый цвет вообще не рекомендуется но как вы видите на на палитре есть и другие оттеночки что-то черного можно поэтому очень даже будет уместно так как я вам предлагаю вот и теперь снег вот это будет самая светлая часть иголочки кладем на веточки на отдельные части как пожелает ваша душа ну это все очень условно потому что вы же понимаете чтобы снег упал на игрушки это надо чтобы какие-то условия были это даже чтобы они очки эти на улице были ли еще где-то но поскольку у нас принято праздничное строение создавать даже внутри помещения то можем представить что здесь как раз и снег и выпал прямо на веточках лежит а теперь обратите внимание еще на то что белый цвет он же не везде одинаковые где-то немножко как бы в тени то туда немножко голубого надо добавить чем можно даже немножко желтизны бы придать но в данном случае желтый цвет водить не будем мы видим белый только его градация оттенка до голубого можно ввести несколько вариантов вот тут видите чуть голубой да вот это будет заснеженная рождественская веточка мы можем туда еще после этого добавить звезды кстати конфетти и можно набрызгом представить себе что хлопушка выбросила конфетти будет очень красиво можете это использовать в этом в этой композиции можете снежок снежок можете положить на каждую игрушку вот так снег выпал как бы и упал прямо на саму игрушечку это там в тени где-то получилось отражение на том на том же на той же игрушечке даже на сам снег рефлекс упал этой игрушки я делаю это все еще в сыром виде но хочу сказать когда подмешивается предыдущий слой иногда даже очень уместно но не надо думать какие еще оттенки взять вот видите это хорошо что у нас не не до конца просохло все сейчас можно обыграть поискать какие-то еще нюансы я видела где-то в ютубе у некоторых такие же есть похожие задания не только шарики там могут быть шишки могут быть серпантин свечки но я же вам предлагаю именно самый простой вариант может говорить что это для начинающих которых еще может быть даже ничего не получалось а вот каждое из следующих заданий работая гуашью у вас уже будет складываться так называемый опыт опыт работы с гуашью чегуаш чем она хороша можно всегда перекрыть исправить есть такой момент это может сейчас звезды вам сам бед если ребята такой момент значит чего начинать рисовать вот кто-то начинает со штрихов там карандашом и так далее кто-то предлагает акварель а я абсолютно уверена у меня жизни но давно уже подсказал нужно начинать с гуаши если что-то не получилось абсолютно нетрудно подсушить и перекрыть еще один даже может быть несколько слоев понимаете а если это акварель на живопись там ничего нельзя соврать там нужно в голове удержать такие тонкие градации оттенков цвета света и так далее что живопись это просто в этом у то есть акварельная живопись это довольно сложная вещь поэтому всегда начинают с детьми работать именно в технике гуаши гуашь в этом смысле во первых она создает ощущение радости акварельная живопись более не то чтобы мрачная она более утонченная она чаще всего предпочтительна вернее в тех случаях когда художнику хочется передать очень тонкие сочетания там даже в конце концов какое-то лирическое какое-то состояние или одним словом даже больше для профессионалов для гуашевой техники очень просто все очень просто здесь нужно только помнить о том что замешивая цветовую гамму не надо лишать краску одноцветия то есть монохромности вот это у нас с вами полихромная композиция то есть в ней используется цвета и оттенки то есть достаточно вся палитра будем так говорить основных цветов не хватает конечно тонких оттенков но это не сразу живописные работы выполняются от простого к сложному одни из самых простых это как раз вот данный этюд очень просто и ненавязчиво такую картинку конечно маленьком размере может быть не знаю ну наверное дома можно повесить может быть подарить в подарок на рождество или на новый год а а если взять все то же самое но на большом формате вот вы можете это принести в школу повесить на школьную доску возможно если у вас из и в обязанности входит оформить допустим зал для новогодней елки то пожалуйста все это будет очень уместно вот если кто-то любит делать открытки то там тогда надо освободить один из уголочков написать с новым годом или с рождеством это будет уместно вот я решила подчеркнуть немножечко потому что хочется чтобы весело было более празднично вот пожалуйста такая несложная композиция и у вас у всех она получится просто гарантированно простой алгоритм выполнение заданий ну просто проще не придумаешь я бы так сказал чуть-чуть подправить заиграют игрушки ну здесь конечно и речь не идет о совершенстве или в мастерстве особом мы уже выясняем с вами что двигаясь по по совершенству своих навыков данный композицию мы уже получаем более тонкие градации зеленого смотрите у нас зеленого несколько оттенков белое несколько оттенков фон непростой в этой композиции более сбалансировано больше уже сбалансировано цветов чем в предыдущем этих эскизах кстати кто не заходил раньше на канал обратите внимание там весьма морской мотив есть и зимний мотив они просты в исполнении тоже с таким простым подмалевка в виде затонированного фона вот мы уже сами научились владеть кистью если кто-то уже заметил с третьим этюдом или если вы еще раньше этим занимались вы каждый раз совершенствуете свои навыки ну раз тут какие-то еще может нюансы добавить потому что там может быть несколько это отражение возможно даже и другие веточки вот собственно говоря симпатично на мой взгляд просто самое главное быстро и эффектно заходите на наш канал